Эти украинские новобранцы стараются освоить навыки ведения боя за кратчайшие сроки. Их подготовка не продлилась и двух месяцев, но они уже учатся штурмовать вражеские траншеи. И уже скоро им, вероятно, придется это делать по-настоящему. Хотя в армии они служат всего несколько недель. Не так давно Соловей, таков его позывной, жил в своей деревне. Конечно, я не думаю, что мы достаточно обучены. Не зря ведь в армии солдаты обычно служат гораздо дольше, чем два месяца. Конечно, нам нужно было бы больше тренироваться. Но мы находимся в критической ситуации. Нам нужно быстро пополнять ряды. Времени нет. Только вперед, вперед, вперед. Время не мало просто. Вперед, вперед, вперед. Штурм и зачистка окопов – это не только одна из самых важных боевых задач, но и одна из самых опасных. Среди солдат бытует мнение, что самое серьезное испытание – это выжить в первый раз. А после трех штурмов невредимым не остается почти никто. Я уже был на фронте. Мы зачищали вражеские окопы в небольшой такой рощице. Страшно было. Пытаешься прятаться за деревьями, а тебя без перерыва обстреливают из минометов. Официальных данных нет, но о том, что потери велики, можно судить по спросу на новых солдат. Подразделение, в которое отсюда направляют, воюет в 20 километрах от Бахмута. Бойцы постоянно сменяют друг друга на позициях. Некоторые из инструкторов, получив ранения, уходят с фронта, чтобы проработать здесь некоторое время. Конечно, есть разница между мобилизованными призывниками и солдатами, которые служат по 5-6 лет. С ними было проще. Нам не приходилось тратить столько времени на азы. Но я все равно не думаю, что уровень готовности упал. Сейчас у нас более опытные командиры, которые могут подготовить новобранцев. После окончания тренировки напряжение сохраняется. Ведь все знают, что могут попасть на передовую уже очень скоро.